Ну, а мы сейчас переносимся в Болгарию. Людмила Шабанина из компании New Estate в ближайшие секунды должна появиться прямо-таки у нас в чате. А вот и она. Красота – это страшная сила. Люда, привет. Я только знаю, что тебя видно, но не слышно. Давай мы еще тебя услышим. Наверное, надо включить какую-то кнопочку. Теперь, я думаю, уже слышно, да? Теперь слышно, теперь видно. Нет, это что-то. Привет. Очень рада вас видеть. Итак, дорогие друзья, Людмила Шабанина, компания New Estate, менеджер по работе с русскоговорящими клиентами. Люда, ну как, приходится последние месяцы, недели работать с русскоговорящими клиентами? Чего они хотят в Болгарии? Чего ждут? Ну, приходится, приходится работать активно, да. Многие очень звонят. Ну, в основном это продавцы, конечно же, с вопросами о том, какая ситуация, что будет с ценами, что нам делать, продавать, не продавать, сдавать в аренду, что будет с арендой этим летом. Ну, если вот говорить о курортной недвижимости на солнечном берегу, золотые пески на побережье, конечно, все очень сильно переживают. Многие жалуются на то, что потеряли работу в России. Получилась у них такая немножко личная тяжелая финансовая ситуация. Ну, и вот они хотят, конечно, реализовать побыстрее свои объекты. Но есть и такие, которые говорят, мы сейчас не хотим продавать, пусть стоит, смысла нет вообще. Все равно возможности очень ограничены, чтобы для продажи, поскольку осмотры у нас сейчас тоже ограничены в комплексах. И они говорят, давайте подождем, чтобы посмотрим, когда закончится карантин. Никто не знает, когда это случится. Люд, ну смотри, последние несколько лет рынок болгарский очень сместился в сторону внутреннего направления. Да, да. Болгары стали очень активны, в том числе и благодаря довольно интересным кредитным возможностям. Да. Причем, если раньше, ну, то же самое побережье активно говорило исключительно по-русски, там, в общем, это не значит, что там были только россияне, там были россияне, украинцы, понятно. Да. То есть сейчас эта ситуация, в принципе, может меняться. От чего сейчас может зависеть, ну, текущая ситуация? Кто будет продавцом, кто будет покупателем, на твой взгляд? Ну, основными продавцами сейчас будут, конечно, россияне, только по той причине, что в последние годы они были основными покупателями, и они сейчас являются основной частью владельцев, занимают там где-то свыше 80 тысяч объектов, принадлежит русским владельцам, ну, гражданам России и русскоговорящим из бывшего Советского Союза. Вот, и сейчас они же, соответственно, и будут и продавцами. Но не все, не все. Ну, да? Да, да, пожалуйста, продолжай. Немножечко плохо тебя слышу, поэтому так прислушиваюсь. Вот. И украинцы из Западной Украины сейчас активно интересуются. Говорят, у нас есть некоторые сбережения, мы рассматриваем, хотим вложить. И вот они звонят, прощупывают, насколько цены будут падать, по нашему мнению, да, что ожидается. Ну, чтобы купить выгоднее. Это каждый хочет. Человек, да. Понятно. Скажи, ну вот, а что ты, ну, и твои коллеги говорят людям, которые, ну, там, несколько лет были собственниками, которые, ну, там, наигрались или в силу каких-то личных причин готовы продавать, нужно ли им делать сейчас дисконт? И готовы ли они уже его делать? И если да, то какой? Как сейчас происходит все это общение? Значит, мы можем одно только сказать, что в ближайшее время цены точно не вырастут в курортных районах. Это просто нет никаких предпосылок для роста цен. Очень сильно хочется верить, что они задержатся на том же уровне, на котором они сейчас. Но это маловероятно. Опять же, скорее всего, цены будут еще падать. Если те владельцы, которые действительно приняли решение продавать сейчас недвижимость в Болгарии, там, закрывать вопрос с этим делом, то они должны, мне кажется, что они должны будут принимать предложения от покупателей реальных и действительно реализовывать свою недвижимость, потому что роста цен не предвидится. Мы были очень рады прошлым летом. Почувствовалось так вот немножечко, что желание со стороны болгарских покупателей и их возможности в связи с действительно с хорошими условиями по кредитованию усилился интерес. И даже в какой-то момент, вот в горячий сезон у нас было меньше предложений, чтобы продавать, а больше желающих купить. И как будто было ощущение, что чуть-чуть цены пошли вверх. Но сейчас опять это все, конечно же, прекратилось. И вот в связи с этой всей ситуацией. Ты сейчас говоришь именно обо всем болгарском побережье или это относится ко всей Болгарии? Нет, нет, это относится к курортной недвижимости. Это Банску, это Южное побережье, там в районе Бургаса, Солнечный берег, Несебр. По Барне есть спрос и банки выдают кредиты, даже когда цена апартамента не маленькая, не дешевая, то есть есть такая возможность. Но вот я говорю именно о курортных-курортных районах, где сезон, активный такой сезон, там буквально 10 недель, да, скажем так. Ну, представь себе, что все равно есть желание продать. Желание или чаще в таком случае даже можно говорить о необходимости. Необходимость продать квартиру, купленную там несколько лет назад. Давай не рассматривать крайний вариант, то есть это там элитные самые предложения на первой линии. Пусть это будет там, ну, допустим, Солнечный берег, вторая, третья линия, чуть дальше, ближе к вот этой окружной дороге. Очень условно, какие цены могут сейчас заинтересовать покупателей? Покупателей. Покупателей, да, с тем, чтобы они не откладывали эту историю на конец сезона, а прямо вот, ну, окей, сейчас предприняли какие-то действия. Ну, вот у нас сейчас есть, мы получили несколько резерваций, но это студии по 10-12 примерно тысяч евро, студии 35 квадратных метров, 40 квадратных метров. Вот такие цены, это горячее предложение, и каждый покупатель потенциальный, кто нам сегодня звонит, в первую очередь начинают разговор с того, сколько продавец готов снизить от той цены, которая рекламируется. Они с этого начинают разговор. То есть вот такие дешевенькие студии сейчас покупают. Причем их покупают в буквальном смысле, то есть вы сейчас можете эту сделку провести, если покупатель и продавец согласны, чтобы были какие-то трудности все-таки? Трудности только с живыми осмотрами, и то это, ну, не совсем на 100%, везде можно организовать. Есть очень такие настойчивые потенциальные покупатели, которые даже сами себе устраивают такие осмотры, но это под нашим руководством по телефону, как там это, но это должны быть соблюдены абсолютно все предписания со стороны правительства, да, вот все ограничения, которые введены официально по закону, потому что большие санкции, штрафы там, и поэтому с этим, ну, сейчас это вообще очень сложно с осмотрами, но потенциальные покупатели могут купить недвижимость дистанционно, то есть нотариусы работают, есть дежурные нотариусы по предварительному звонку, по предварительному согласованию сделки с небольшим количеством людей в самой конторе нотариальной. Это все, да, можно, ну, вот соблюдая все правила. Скажи, пожалуйста, а вот можно ли тогда дать такой, ну, житейский совет, скорее даже не покупателям, а продавцам, что, ребят, ежели, ну, совсем уж нужда не заставляет, подождите, не продавайте сейчас, потому что не идеальное время, сейчас рынок покупателя. Филипп, я не знаю, что ждать, чего ждать. Повышение цен их не будет. И сейчас, видишь, получается ситуация с, если говорить, что у нас большинство продавцов россиян, у них накладываются еще и другие обстоятельства. Помимо пандемии, коронавируса, карантина еще есть срыв цен на нефть, от этого идет увеличение, подорожание евро, и это все вместе, в совокупности, создает, у людей создается личная сложная ситуация. И поэтому они, конечно же, ждать, я не знаю, что ждать. Мы не видим, что это ближайшие пять лет надо ждать, может быть. То есть ближайший год, смотри, за последние три-четыре года цены практически на рынке, на курорте не изменились. Да, то есть если люди хотят подождать, что, может быть, цены пойдут в гору, это, то есть очень... То есть правильно я понимаю, вот как ты сказала, что еще прошлым летом вы могли допускать рост, но сегодня эта история то на то и вышла. То есть вроде как... Да, да. Но при этом все-таки ждать такого, ну, уж совсем падения в среднем по рынку тоже, видимо, не приходится, просто потому что, ну, цены были не очень высоки. Нет, отдельные предложения понятны. Я могу вам в таком предложении. Да, до исчерпания всех горячих предложений срочных от тех владельцев, которым надо срочно продать, закрыть вопрос, получить наличные, да, и до исчерпания вот этих всех предложений не... Трудно. Трудно, да, да. Ну, вот в одном, представь, в комплексе, например, три апартамента, три владельца хотят... Мы же специализируемся в основном на вторичном рынке, на вторичной недвижимости, работаем с индивидуальными клиентами. И, к примеру, в каком-то комплексе три человека обращаются с просьбой о продаже. Один говорит, я хочу не меньше, чем столько-то. Другой говорит, я не меньше, чем столько-то. А третий говорит, мне надо, чтобы быстро оно продалось. Конечно же, в первую очередь продастся то, что дешевле. Вот, а потом подвинуться в цене, и все остальные будут вынуждены. Болгарские покупатели очень сильно уже в разговоре по телефону начинают давить на цены вниз. Мой совет всем, кто решил, уже принял для себя решение, что надо продавать, я решил продавать, принимать предложение от покупателей и продавать, потому что, ну, лучшей ситуации вряд ли будет. Понятно. В ближайшее время, в курортных районах. Курортных. Давай тогда перенечемся из курортных районов, потому что, если, например, недвижимость на Солнечном берегу, в Святом Власе, в Поморье, она была относительно стабильна, небольшие колебания не в счет, то, например, недвижимость в Софии, в Пловдиве, ну, и некурортная недвижимость в том же Варне, в Бургасе, она росла, причем в Софии и в Пловдиве она росла более всего. Сейчас с точностью до процента не назову, хотя, по-моему, там 6-8% в последние несколько лет. Да, у меня есть эти, я вот выбрала данные по статистике, но мы знаем, значит, цены за последние несколько лет в Софии выросли в среднем с 800 евро за квадратный метр до 1300 евро за квадратный метр. Более чем в полтора раза. Это за последние несколько лет, то есть не за год, да, конечно. Да, это, по-моему, лет за пять последних, если мы так... Да, последние, да, да. И строительство продолжает в Болгарии бурно очень развиваться. Вот даже сейчас, в настоящий момент, мы видим, что объекты, которые строятся, есть движения, идут работы. Опять же, я так, ну, предполагаю, что соблюдаются все меры предосторожности. Вот, ну, по 10% в год за последние пять лет. Окей, ну, смотри, как правило, вот если ты говоришь, что нуждать, ну, особого роста на курорте не приходится, падение, ну, в рамках каких-то конкретных предложений, да, но оценивать здесь рынок в среднем довольно сложно. А если мы будем оценивать Софию? Вот тут же история была такая, рост, 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 причем, ну, 10% в год, там, 8% в год, это не очень нормальная. Она действует или о том, что раньше все было плохо, или о том, что как-то, ну, неадекватный ажиотаж, а, скорее всего, то и другое. Так вот, что вы ждете от рынка недвижимости Софии? Какая здесь возможная ситуация, на что могут ориентироваться покупатели и продавцы? Значит, покупатели какие, болгарские или российские? Болгарские, российские, украинские, неважно. Те, кто хотят купить, зачем? Им нужно следить, как будут вести себя банки. На сегодняшний день банки не ограничивают кредитование, они выдают щедро кредиты, ничего не изменилось под хороший процент, там, 3%, 3,5%, вот, до 3,5%. Поэтому есть очень многие люди в Софии, которые, ну, и вообще в Болгарии, которые работают в секторе IT и в других таких международных компаниях, которые продолжают работать в том же режиме, продолжают получать зарплаты, им сейчас некуда тратить деньги, соответственно, у них наличные деньги будут скапливаться, вот пока идет этот весь процесс, весь период ограничения. И те люди, у которых появятся, ну, сбережения какие-то за эти месяцы, потому что таких немало, и плюс выгодные кредиты со стороны банка, они будут продолжать стимулировать покупателей, приобретать в крупных городах недвижимость. Поэтому я думаю, что, ну, пока, по крайней мере, срыва на цены в столице мы не ожидаем. Может быть, они приостановятся, не будут так активно расти, конечно, но не упадут. Дорогие друзья, если есть какие-то у вас вопросы, задавайтесь, Людмиле, сейчас самое время, а мы переместимся еще в третий регион, о котором мы с тобой сказать не успели. Единственный регион, который короткое время вообще был закрыт для въезда, я говорю о горнолыжном Банске, вот там как раз история такая, там же цены были совсем смешные еще там 5-6 лет назад, потом они все-таки в Банске-то росли, они успели подрасти в отличие от побережья. Какая ситуация там, на что здесь может рассчитывать и собственник, и потенциальный покупатель? Ну, в настоящий момент у нас по Банску есть несколько сделок в процессе оформления, то есть там немножечко есть задержка по срокам, но тем не менее люди интересуются Банску и хотят приобретать. Очень многие покупатели из Израиля, они облюбовали этот район, активно там покупали, приобретали в последнее время, и сейчас в настоящий момент, просто почему Банску так, есть несколько причин, ну, я так чувствую, почему люди стали склоняться в сторону Банску, потому что, во-первых, там и до Греческого моря не так далеко, конечно же, это горнолыжный курорт для сдачи в аренду, то есть ты его можешь использовать, это жилье, как зимой, так и летом, потому что зимой там активный сезон, да, это не так, как на Солнечном берегу, что зимой грустно, оно все почти замирает, в Банску это активный сезон, плюс ты можешь туда приехать летом, заниматься велотуризмом, экотуризмом, ходить пешим туризмом и наслаждаться воздухом, минеральные источники и так далее, и поэтому люди стали склоняться, и при сдаче в аренду в Банску тоже удобно, потому что все-таки горнолыжный отдых, он немножечко, ну как, там тут рассчитан на другого потребителя, да, если в Солнечный берег люди приезжают, туристы на отдых, погулять, повеселиться, походить по дискотекам, попить, ну, поспать и на пляже и так, то все-таки горнолыжники приезжают кататься на лыжах, и они ложатся спать вовремя, встают рано, идут кататься, да, и они, кстати, да, и вот апартаменты хорошо, меньше амортизируются, то есть люди с семьями приезжают покататься на лыжах, это мы замечаем, и может быть вот эти вот моменты, они вот, если человек покупает с целью сдачи в аренду, а сезон по месяцам горячий, примерно один и тот же, как в горах, вот так и на море, там, 6-8 недель в лучшем случае. Скажи, пожалуйста, вы же занимаетесь в том числе и арендой, вот для тех, кто сдавал свою недвижимость в аренду, если мы говорим, ну, на Солнечном берегу, готовится сейчас, и можно ли, ну, хоть как-то, какие-то шаги сделать для того, чтобы с большей вероятностью сдать недвижимость, ну, хотя бы тем же болгарам, которые-то, в общем, через некоторое время, надеюсь, не будут ограничены в передвижениях по своей стороне. Да, это надо будет смотреть по ситуации. Если люди хотят сдать в аренду, и у них есть какой-то вариант сдать на весь сезон, то есть в долгосрочную аренду, чуть-чуть по более, скажем, низкой цене, это посуточно можно больше заработать. При хорошей организации до 3% годовых, 3-4% можно при хорошей организации постигнуть возврата инвестиций. Но в данный, в данный настоящий момент, в данной ситуации я бы порекомендовала, если есть у них желающие, которые готовы снять на весь сезон, это может быть персонал, все-таки там же не все вымерло, есть люди и будут приезжать, я думаю. Мы будем смотреть после мая, как будет дальше вести себя ограничения, в чем будут выражаться, но мы тоже сомневаемся, что этот сезон будет горячим, таким на Солнечном берегу, потому что вряд ли допустят скопление туристов с разных стран на Солнечном берегу в таких вот типично туристических местах. Поэтому, если кто-нибудь желает снять долгосрочную аренду, лучше сдавать, и хоть как-то это поможет, может быть, покрыть расходы. Ну, то есть в этом году и 3-4% годовых будут хорошо. О, да. Да, а обслуживание посуточно, оно-то сложнее все-таки организовывается, то есть это надо или чтобы сам комплекс занимался, но здесь тоже, да, все зависит от комплекса, мы знаем разные ситуации, если комплекс хорошо сдает в аренду, занимается, то есть берет и сам уже там решает, кому на сколько сдавать и как обслуживать, то я думаю, что владельцам лучше согласиться, если им они не спешат продавать, то согласиться на такую сдачу в аренду, да, на лето. Но опять же сейчас очень рано говорить, что будет вообще с летним сезоном на побережье. Ну, вернемся тогда к началу все-таки нашего разговора. Как вот сейчас основные звонки, которые вы получаете как агентство, которое работает со вторичкой, это 50-50, то есть 50% продавцы, 50% покупатели, или все-таки продавцов сейчас больше? Продавцов больше. По-прежнему предложение существенно превышает спрос. Спрос есть, и в тот момент, в который цена становится интересной, то есть сейчас покупатели диктуют цены. Если продавец склонен к тому, чтобы принять предложение от покупателя, то он продаст, даже по картинкам продаст свой объект. Ну, просто... Чисто технически, вот когда покупатель наконец установил хорошую цену, которую интересует, интересную продавцу, после этого, насколько быстро идет процесс, и если все, что есть у человека, это, ну, как бы он находится там в одной стране, не знаю, в Украине, в России, непринципиально. В Великобритании. В Великобритании, да, такие тоже ребята есть. Кстати, про Великобританию чуть позже спрошу. А покупатель в Болгарии, вот что тогда его надо делать? Как это технически быстро организовать? То есть как ты имеешь в виду со стороны покупателя процесс, как будет организовывать? Со стороны продавца. Со стороны продавца. Со стороны продавца. Вот я готов продавать, что нужно будет делать? Ну, конечно же, в данной ситуации, я думаю, в ближайшие месяцы так и будет, что сделки возможны дистанционно, по доверенности, то есть с адвокатом, не приезжая лично продавцам из других стран. Давай так, я должен что сделать? Я должен... Если ты продавец. Да, если я продавец, что нужно сделать? Да. Хорошо, вот я продаю, я сижу в Петербурге, я еще никаких доверенностей никому не делал. Какую доверенность я должен сделать? Значит, там есть комплект документов, которые нужно заверить. Это доверенность на имя представителя конкретного, да, с описанием там всех данных человека, одного, двух, там в зависимости, потому что вот наше агентство, мы используем нескольких человек, которые в совокупности работают, одни заказывают документы, другие, и все это прописывается в договоре услуг обязательно, то есть мы эти все параллельно делаем документы, и доверенность на имя представителя, где также мы рекомендуем указывать цену, о которой договорились, то есть прописывать все параметры сделки, на какой счет пойдут деньги, за какую цену и так далее. Плюс, помимо этой доверенности, еще есть три декларации, заявления. Это о гражданстве и семейном положении, об отсутствии задолженности перед болгарским государством, подлежащим принудительному погашению, и о продавца, и третье. И третье, они сейчас обеих сторон касаются, эти декларации о несвязанности, о связи или несвязанности с чиновниками, государственными служащими. Это новая декларация, она с прошлого, с позапрошлого года и с прошлого появилась. Вот эти три заявления. Мы, как правило, когда мы работаем, сами люди продают, мы все эти документы составляем в готовом виде, готовые тексты, то есть это не нужно человеку самому придумывать, а лучше этого не делать, потому что у нас было много случаев, когда люди сами решают, вот мы решили продать, заверяют доверенность, в которой есть масса пропусков, и эта доверенность здесь просто нотариус ее не принимает. Поэтому есть нюансы там, должен быть обязательно у продавцов еще важный момент, действующий загранпаспорт. То есть в Болгарии все-таки внутренний российский паспорт – это для России, а здесь документом, удостоверяющим личность, является загранпаспорт. То есть ты можешь не воспользоваться с точки зрения перелета, но показать его ты должен. Да, здесь данные предоставить нужно, потому что тоже были у нас случаи, что человек выставляет на продажу, мы рекламируем несколько месяцев, вот он говорит, у меня все в порядке, я готов, и потом вдруг он замечает, что у него там вот вчера истек паспорт, да, или что-то там такое получилось. Окей, Люд, ну и тогда, наверное, там два заключительных вопроса. Вот из Фейсбука наш коллега, кстати, из Таиланда, Карен, привет, он задает такой вопрос. Вот, предположим, все-таки, ну, там рано или поздно история более-менее закончится. Вот, ну, границы будут открыты, понятное дело, это не случится в ближайший месяц, понятно, будут какие-то дополнительные ограничения, но все-таки оживет рынок, по крайней мере, с точки зрения возможностей. Да, там рубль просядет, возможно, там гривна тоже просядет, и, соответственно, дороже будет болгарская недвижимость там для россиян, для украинцев. Но, там, для англичан, может быть, и не подешевеет, для немцев не подешевеет, не подорожает недвижимость. Что все-таки вы ждете от рынка в нормальном состоянии, когда он к этому нормальному состоянию придет? Как ты видишь? Я не говорю, когда это будет. Когда, да, когда... Когда не говорим. Отталкиваемся от текущей ситуации и смотрим дальше. Значит, оживление мы можем ждать тогда, на что нужно обращать внимание вообще всем потенциальным покупателям и продавцам, на то, как ведут себя болгарские банки. Я говорю о Болгарии, да, сейчас. Если банки продолжают кредитировать покупку недвижимости в курортных районах, то это хороший знак. Значит, будут покупать болгарские покупатели. Вот. Потом второй момент, на который нужно обращать внимание, это, конечно же, свобода передвижения. То есть, если немножечко ослабят возможность ездить, смотреть и переезжать как внутри Болгарии, так и в международном масштабе, потому что на данный момент можно летать, но только в некоторые страны Европейского Союза. За пределы Европейского Союза нет самолетов, то есть нельзя ездить за пределы Европейского Союза. И каждый раз по приезде, например, человека из-за границы, он должен пройти 14 дней самоизоляции строгой. Ко мне лично приходила полиция, проверялась, и жули я дома, потому что у меня был такой момент в начале карантина. И третий момент – это вакцина. Как только мы увидим, что изобрели вакцину, и начнут ее применять, то вот эти три момента, когда покажут с положительной точки зрения себя, то мы ожидаем оживления, ожидаем, что цены, по крайней мере, перестанут падать, ну и, может быть, начнут расти, я не знаю. Окей, но перестанут падать уже тенденция, тем не менее. Дорогие друзья, Людмила Шабанина, компания New Estate. Контакты, пожалуйста, в чате покажите нам компании New Estate. Люда, ну и тогда, наверное, от тебя уже даже не вопрос, а некие пожелания, которые наверняка будут уместны в текущей ситуации. Пожелания, самое главное – это здоровье. Будьте все здоровы, берегите себя, берегите родных. Ну и, конечно же, что касается в плане недвижимости, я считаю так, что если вы решили продавать, продавайте. Решили покупать, у вас есть какие-то сбережения, можете немножечко выждать вот этот момент карантина и как только следить, хорошо отслеживать предложение. Если вы нашли свое предложение, то покупайте, и все будет хорошо. И все-таки еще один вопрос. Кстати, вот ты про болгарских покупателей сказала, про российских, про украинских тоже сказала, а вы, я знаю, активно работаете с британским рынком, у вас британцы часто покупают, а вот они как себя сейчас ведут на болгарском направлении? Звонят, спрашивают или, по большому счету, пока тоже затаились на острове? Да, у нас еще с тех времен, ну еще с первой волны до первого финансового кризиса остались продавцы-англичане, которые по-прежнему у них стоят на повестке дня продажа, но они не, допустим, не спешат, не торопятся, они там уже решили свои проблемы, вот, и платят таксу поддержки, приезжают иногда отдыхать, пользуются и как бы не спешат продавать. Но те, которые, для которых остро стоит, даже стояла продажа на повестке дня, они сейчас говорят, давайте подождем, потому что этим летом мы, многие даже просто снимают с продажи, говорят, мы лучше сдадим в аренду кому-нибудь там на весь период и все, давайте задержим продажу. А покупатели из Великобритании немножечко есть, но это тоже не такое большое количество, как было раньше, может быть, 10%. У нас вот перед карантином увеличилось очень количество покупателей из Бельгии, из Голландии, из Германии, из Польши, Польша очень активная, из Румынии, потому что румыны, вот они приобретают тоже недвижимость, ну, больше они склонны к северному побережью, то есть в районе Варны там, Южнее, Севернее, Коварно, Болчик, они там активно покупают. И это у нас была очень такая динамика хорошая, из разных стран, то есть люди приезжали, покупали, и сейчас вот в связи с этой ситуацией все мы встали на паузу и ждем, когда кто-то нажмет кнопочку play и опять запустят все процессы. Ну что ж, отлично. Итак, дорогие друзья, Людмила Шабанина, компания New Estate, менеджер по работе с русскоговорящими клиентами. Люда, здоровье, сил, терпение, и чтобы сезон у вас стартовал вовремя и без всяких неприятных сюрпризов. Ну, совсем уж вовремя, он вряд ли стартовал. Мы как компания уже поняли то, что мы просто все в таком дорогооплачиваемом отпуске, скажем так, в небольшом отпуске. Вопрос, за чей счет отпуск, тут такая деликатная. Ну, за чей, за чей. Я, кстати, уже в завершении буквально два слова насчет за чей счет отпуск. Кстати, болгарское правительство очень неплохо себя ведет и поддерживают бизнесы малые и средние. По 60% выплачивают зарплату тем, кто выходит на биржу труда, если их освободили. И также банки предлагают до 6 месяцев даже отсрочку платежей по взносам. Поэтому, в принципе, в целом, болгарское правительство и банки болгарские ведут себя хорошо в этой ситуации и помогают, поддерживают. Насколько? Ну что ж, отлично. Бизнес. Приятно слышать. Люда, спасибо тебе огромное. До встречи. Тогда увидимся. Надеюсь, увидимся в Болгарии или приезжать к нам в Россию тоже неплохо. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.